друзья мои всем привет с вами канал пиво делаю сам и я его ведущий равен арматурович бетонский сегодня у нас 12 мая 2024 года и сегодня у нас обзор и дегустация ребят даже не столько пива сколько рыбы вот все вы видите как здесь на тарелочке прекрасная закуска виде вот такого чудесного карасика давайте заглянем вовнутрь посмотрите какая прелесть эта рыбка была поймана 2 мая а сегодня у нас 12 то есть рыбки всего 10 дней сегодня будем регустировать вот такого вот чудесного карасика я долго думал что же нам взять под такую закуску и решил взять классическое жигулевское пиво вот что нам еще для полного счастья потребуется конечно же легендарная кружка времен ссср кстати тоже думаю какую взять но решил велосипед не изобретать и сегодня использовать вот такой гранчак мой любимый мою дежурную кружку что нам также потребуется потребуется нам вот такая вот чудесная газетка чтобы подложить под наши все дела ребят да кто еще до сих пор не поставил лайки ребята поставьте лайкосик кто не подписан подписывайтесь пишите ваши комментарии и сегодня у нас дегустация не столько пиво сколько закуски закуски под и страной лучше положить такой или и вообще развернуть по цифрками буковками мы развернем и будет вообще чудесно чудесная газета под чудесную закуску ребят ну что сушил я эту рыбу на чердаке буквально трое суток потом я ее досушивал на обогреватели и вот здесь она еще немножко сыровастая я думаю что это не смертельно зубочистки можно отсюда убрать они нам не нужны у меня больше всего конечно вот это вот икра запах просто божественно ребят давайте вначале я подготовлю с вашего позволения закусочку а потом мы будем уже наливать певцов взял специальную досочку вот такую миниатюрную ребят даже ради этого сегодня заточил ножик супруга ругается и что не точишь ножи ради этого карася затащил ножи да вот икра кстати вылезает ее можно достать не обязательно ее резать сейчас ребята достанем сокровища ребят карась слабой соли сразу скажу то что солил я его 8 часов буквально очень я переживал чтобы он не затух пропотрошил икру оставил и запах конечно полген ребят но вот честно хочу сказать что на мой взгляд под такую царскую закуску на натуральную никакой химии только соль только рыба притом рыба совсем недавно еще где-то спала зарывшись вы ли и вот такой вот карасик прекрасный видите с ладошку мне попался мне попался на уточку я уловил вот ребята 8 мая попробовал половить и пошел снег вообще труба так то что давайте резать подписывайтесь кто еще не подписались а мы будем резать заточил вроде вроде заточил вроде 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 неплохо неплохо режется сейчас мы доберемся до сути идеальная свежая рыба я думаю что такой закуской самое то закусывать такое пиво уже кстати жирок пошел жирок пошел чудесно просто чудесно так это мы положим сейчас еще ребят здесь отрежу чуть-чуть можно будет уже убирать хвостик чуть-чуть уравы на арматуре все все чутенка и здесь еще чуть-чуть жир остался до жирненько о жирненько реально жир ребят смотрите эти блестит жир слабые соли нот я думаю что вот этот кусок самое то будет закусить шелуха не летела на пол полу она не нужна да ребята напишите в комментариях как вам звук в этом ролике здесь сейчас я с микрофоном сижу мне если честно не очень нравится то что какой-то звук в роликах такой однобокий но это потому что вот камера сбоку вот так вот сейчас у меня микрофон подвешен напишите пожалуйста как вам такой звук лучше оставить с микрофоном или как раньше вот мне это достаточно любопытно будет вот ребят вот это самая настоящая закуска под жигулевское пиво реально рыба не настолько свежий что она ничем не пахнет ни странно ребят но сегодня мы также я думаю протестим немножко можно убрать это думали ножик мы положим сюда вот эти вот хотел сказать стружки уберем уберем чтобы они нам не портили эстетику сегодняшнего праздничного стола сегодня у меня а маленькая пятница мои рабочие смены закончены сегодня у меня можно сказать начинаются выходные ребят ну что давайте наливать наверное я думаю так кто еще не подписался подписывайтесь кто еще не поставил лайкос и поставьте не нахальничайте ну пиво я выдержал в холодильнике 24 часа думаю что можно открывать ребята и наливать ну что готовы открылась с прекрасным звуком ребят но с этим пивом проблем не было если честно благородный цвет жигулевского пива долго конечно я сегодня думал из какой кружки мне пить ребят все до последние капли вот ребята обратите внимание осадок если фокусирует камера но если не фокусирует ничего страшного так к этому пиву мы вернемся чуть позже мне еще немножко непривычно с микрофоном если честно ребята что ваше здоровье жигулевская друзья но пиву ровно полгода значит 11 ноября 2023 пиво разлито по бутылочкам а сегодня 12 мая 2024 года пиву ровно полгода что давайте нюхать и так сказать размышлять что здесь с органолептикой произошло за это время ребят ну пахнет пивом я бы даже сказал что есть какие-то нотки яблочного сока как ни странно но чувствуется здесь хмель хлеб и специфический аромат дрожжей я надеюсь то что здесь дрожжи с 33 но мы сейчас посмотрим по рецепту а давайте пробовать ребят ваше здоровье ребят замечательно вообще просто замечательно доберемся возьму с вашего позволения салфеточку пока сюда берем он розетку так ну что хочется еще одного было глоточка такого дайте побольше сделать прекрасное прекрасное пиво но больше всего мне конечно хочется попробовать мало соленого карася жирненький ребята нежнейшее мясо мин карась такой жирноватый под это пиво вот я у меня были сомнения такое взять пиво думал темное может быть так сказать мартовская или гиннес но мартовская она слишком ядреная там очень много всего намешано ну чтобы не забивать вкусовые рецепторы решил остановиться на вот этом жигулевском вы знаете абсолютно не прогадал идеальная закуска под хорошее пиво здесь какой цвет просто божественный вот дикий хмель я его ощущаю по запаху очень хорошая карбонизация блин вот этот рецепт буду повторять однозначно ребят выдержка в полгода я даже думаю что она пошла на пользу для этого пива она чуть-чуть по грубо порезче стало хотя сказать по грубее нет она порезче стало знаете это абсолютно ему придает особенность характера этого пива когда я его в самом начале дегустировал она мне показалось таким знаете ребят таким не то что слабым каким-то не очень четким сейчас именно могу сказать что она погрубела вот и где-то отдаленно напоминает мне пиво во времена ссср когда в бутылках продавалась пиво завода степан разин вот что-то такое вот какие-то такие ассоциации у меня возникает но вот этот дикий хмель его низ чем не спутаешь как я уже говорил у него такие вот мягкие ароматические специфические такие вкусовые ощущения и плюс вот этот вяжущий эффект остается вот на послевкусие вяжущий эффект как от косточки черемухи ребята вот честно хочу сказать вот кто пробовать черные ягодки черемухи вот вяжущий вот такой легкий эффект почему-то он присутствует вот идеальная закусочка ребят рыбы вообще не соленая но это правильно что я не стал долго держать чтобы эта рыба пересыхала вот ее такой полусырой кости идеально отделяется вот ребят пиво делаю сам закуску тоже делаю сам много человеку для счастья не надо поесть натуральных свежих продуктов не какое-то которое в масс-маркетах продается а свое ваше здоровье ребят и девчата тоже как я ждал этого момента еще со вчерашнего вечера решил выбрать бутылочку пива из своих сокровищниц если так можно сказать на сегодняшний день вот у меня были талибанья между мартовским гиннесом и вот этим жигулевский но ребят получилось так то что первую бутылку которую я достал она оказалась вот этим пивом жигулевский номер 39 и я на нем остановился блин реально я уже захмелел честно вам скажу вот она прекрасная закуска такой вот кусочек рыбки и глоточек пивка домашнего ваше здоровье блин час вкус раскрывается пиво чуть-чуть нагрелась уже знаете такой такой обволакивающий аромат идет я не знаю может быть подсыхает пиво на внутренней кромке кружки поэтому запах больше ощущать приятно нюхать и рыба рыба вообще настолько свежий что она ничего не пахнет прекрасно легкая такая солоноватость да ребят этот рецепт я обязательно буду повторять но давайте посмотрим что же здесь у нас с рецептом да ребят кому интересно берите ручки карандаши бумагу и записывайте сейчас мы попробуем отыскать блин я уже захмелел ребята может быть и не столько пиво сколько от усталости все таки третья смена у меня была а смены по 12 часов да не не четвертая часть уже ощущается такое знаете приятное такое охмеление 38-39 жигулевская вот я его нашел да сейчас ребят я вам зачитаю рецепт друзья мои надеюсь кто решил все таки попробовать свои силы в домашнем пивоваренье самый такой вот простой способ приготовления пива без специального оборудования вот как у равена арматуровича на канале пиво делай сам с обычной кастрюли с френч прессом вот и самое простое сырье это хлеб сахар пивные дрожжи и натуральный дикий хмель ребят записывайте берите пожалуйста ручки карандаши бумагу листочки тетрадные там или из альбомов откуда-нибудь куски картона березовую кору чернила перья и записывать кому интересно ребят для тех кто все-таки оторвет свою розовую пятую точку от дивана сходит на кухне посмотрит если хотя бы кастрюли для начала чего начать у вас как у ребят записывать первая вода 6 литров напомню вода водопроводная которая проходит через тройной фильтр 6 литров основная вода для затирания хлебных сухариков плюс 600 миллилитров вода в которой запаривается дикий хмель френч пресс сухарики а вот здесь кстати ребят круглый хлеб сейчас у нас в санкт-петербурге этот хлеб исчез моему большому сожалению изначально это хлеб в большинстве случаев я использую в приготовлении своего пива здесь вот еще он используется 450 грамм круглый хлеб напомнит хлеб стоил на тот момент 39 рублей 90 копеек очень я любил этот хлеб сейчас сожалению нет но остался квадратный в принципе тоже неплохой сахарный песок 450 грамм сухарики 450 грамм это на выходе уже сухие сухарики хмель дикий 10 грамм ох нифига себе ребята тут оказывается и хмели немного всего 10 грамм а я его здесь ощущаю это я уже последнее время готовил пиво и уже туда от души не 10 и 15 грамм хмели добавлял да ребят я не ошибся дрожжи с 33 пивные 4 грамма использовалась начальная плотность этого пива 10 процентов ребят но и на момент розлива по бутылкам конечная плотность была 3 и 6 процентов вот кстати дегустировал пиво я это 26 декабря 2023 года и конечная плотность оказалось больше 3 6 процента цену я здесь записал еще пакетик дрожжей 11 грамм 270 рублей ребят ну что давайте нам еще и от тестим с помощью рефрактометра по шкале брикс напомню это шкала сахаров что здесь у нас сейчас покажет конечная плотность мне очень любопытно будет запишем ну что давайте ребят кто еще из вас не подписались на канал пиво делаю сам подписывайтесь обязательно поставьте равену арматурную человекоз вам не трудно а мне приятно вот такой вот у нас ребят прибор называется он рефрактометр сейчас мы сделаем тест берем пипеточку наносим буквально пару капель нашего пива прижимаем стеклом прижали давайте посмотрим что у нас здесь есть 1 2 ребята 1 2 3 3 процента как ни крути по шкале брикс пиво отбродило в 0 так что все нормально делаем запись обязательно запись надо сделать сегодняшней датой это весьма полезной информация полезная она в том то что в дальнейшем когда я буду заниматься продолжением приготовление домашнего пива я всегда смотрю и учитываю вот такие вот запись все вы знаете то что пиво может и не до бродить и перебродить и может быть перри карбон и многие всякие нюансы и на это надо обращать внимание вот здесь пиво все этапы прошло замечательно и вы видели когда я открывал бутылку что не возникло никаких проблем чтобы там пиво побежала или то что пробка не сказать не скачала все открылось все с дымком все как надо ребят ваше здоровье сейчас я быстренько приведу прибор в порядок и уберу его с вашего позволения друзья мои навел я порядок лишнее убрал со стола то есть ножик убрал рефрактометр убрал а вот сухариков принес ребят кстати сухарики они с того самого времени когда я готовил это пиво не еще не про горки я решил ими закусить с вашего позволения а пиво немножко нагрелась в этом нет ничего плохого иногда ребят хочется закуску разнообразить пока бегал нашел в эти сухарики да кстати пена видите практически исчезла легкая взвесь плавает но это все мелочи вот думаю корка изкусить еще какая сыренькая но видите да кайфовая на вид вот икра соленая ох ребята здорово здорово идет певцов единственное что меня волнует ребята это то что пиво жигулевская я не знаю сколько у меня бутылок такого еще осталось ну по моему еще одна есть я думаю что надо ее по придержать не знаю попробовать может когда год пройдет уцелеет это пиво у меня не знаю ну попробуй сберечь чтобы относительно органолептики значит было какое-то сравнение но хочу сказать то что вот несмотря то что пиву ровно полгода его характеристики даже улучшились карбонизация чудесная и самое интересное то что я понял что не надо перекладывать в принципе хмели этот рецепт может повторять смело и корки этого отламлю все-таки тело у своего пива у домашнего она ощущается знаете вот из масс-маркетов пиво все-таки мне кажется она заглушается вот этой принудительной карбонизации здесь все-таки нажорит даже нажористость ощущается в этом пиве как ни крути даже несмотря на то что ребята она 10 процентов начальной плотности нажористость все равно в этом пиве ощущается я последнее время брал в магазинах красные белые афанасий марочные ребят я не знаю то или я уже так присытился этим пивом но она мне кажется то что она стала на 20 процентов примерно более водянистым и вот это принудительная карбонизация она реально заглушает вот весь аромат пива напишите в комментариях вы сталкивались с подобным то что вот покупали определенный вид пива и потом вам кажется то что она реально испортилась у ребят супер просто супер удовольствие получаю просто вот тут еще можно съесть плавник натуральная закуска натуральное пиво сейчас мне кто-нибудь сделать замечание ну какое же натуральное пиво если сахар покупной хлеб натуральный только хмель дикий даже вода не столько натуральная вода водопроводная ладно ребят закусим карасем бедный карась только он высунулся и попался мне на удочку супер закуска ничего лишнего нету как мне писали в комментариях относительно чипсарей что голимая закуска напишите сейчас не голимая закуска уравами арматурочки свежайший карась после зимней спячки ваше здоровье дамы и господа вообще идеально идет просто идеально блин надо теперь ребята с осени 2024 года увеличивать объемы выпускаемого пива я так понял потому что 6 литров это конечно маловато надо хотя бы восемь делать нормально да сказал хотя бы восемь надо делать за одну за одну варку правда вот хорошая партия пива и приходится оглядываться сколько у тебя осталось этого пива бутыл блин да хватает соли сухарик нет пива не подвело закуска тоже супер запах просто супер жалко что вам не передать запах свежайший карась под жигулевское пиво вот он момент истины ребята момент истины смотрите супер супер закуска свежайшие вот она просто замечательно сегодня больше такого пива пить не буду тоже не буду не собирался цель ролика это не дегустация пива дегустация рыбы ребят еще и сухарик В принципе, получилось и то, и то. И дегустация рыбы, и дегустация пива. Такому карачику, наверное, лет 8, мне кажется. По размерам. Ладно, ребят, ваше здоровье. Чудесно. Просто чудесно. Друзья мои, ну вот наша дегустация рыбы и пива подошла к концу. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Задавайте вопросы. Да, кстати, ответьте, пожалуйста, Равену Арматуровичу на один вопрос. Как вам звук в этом ролике? Всегда ли продолжать работать в таком направлении относительно звука? Или вернуться на прежний эффект? Напомню, сегодня у меня пристегнут микрофон. Поэтому звук, надеюсь, изменился в лучшую сторону. Напишите в комментариях. Заметили ли вы улучшение? А может быть ухудшение? Мне будет весьма любопытно. Ребят, что не хватает для полного счастья? Но это уже пивной алкоголизм. Еще одной такой бутылочки, я думаю. Так, одной бутылочки мне, я думаю, достаточно. Надо сейчас идти спать. Вот. Ребят, ну и закуска у меня такая еще осталась чудесная. Для другого раза. Все, ребят, всех обнял, всех поднял, всем добра, любви и крепкого здоровья. Также для себя узнавать что-то новое в пивной индустрии. Не разочаровываться в покупном пиве. Ну и пробовать свои силы, кто все-таки решится оторвать свою розовую пятую точку. От дивана сходить на кухню посмотреть, есть ли у вас кастрюля, с чего начать. Ну и с помощью, возможно, моих роликов, значит, и роликов других умельцев, рукодельцев, что-то выбрать свое и попробовать самому что-то состряпать на кухне. Ребят, всем желаю искренне попробовать свои силы в домашнем пивоварении. Всех обнял, всех поднял. Всем добра, любви, здоровья. Ну и вкусного пива. Всем пока. Обязательно поставьте лайк. А кто не подписался, подписывайтесь. Не нахальничайте. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok